МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это суть дела. Из-за навалившихся на эррият проблем, вызванных затянувшимся периодом дешевой нефти, тамошнее правительство уже допустило просроченные платежи своим подрядчикам, начало сокращать субсидии на топливо. Все это делается для того, чтобы снизить дефицит бюджета, который в этом году может достичь 13%. И только в 2017-м упасть ниже 10% ВВП. Такой прогноз делают в Международном валютном фонде. Поиск путей пополнения государственной казны принял в Саудовской Аравии повальный характер. В ход идет любая возможность. При этом отдельные меры на этом направлении зачастую противоречат ранее принятым властями программным установкам по экономическому развитию. Поставленная задача обеспечить массовый приток в страну иностранных туристов явно не стыкуется с кратно повышенным на днях размером визового сбора. С 2 октября установлен единый сбор для всех видов виз. Посещение Саудовской Аравии с туристическими, религиозными, деловыми или другими целями. Увеличенный в десятикратном размере с 200 до 2000 саудовских реалов. Это около 530 долларов США. От визового сбора будут освобождены только иностранцы, которые в первый раз осуществляют паломничество, хадж, к святым для всех мусульман местам, расположенного на территории арабской монархии. Столь высокий тариф за предоставление визы предусмотрен лишь за однократное посещение страны. В случае многократной, шестимесячной визы сбор увеличивается до 3000 реалов. Годовая и двухлетняя визы обойдутся просителям соответственно в 5 и 8 тысяч реалов. По новым правилам иностранцам придется платить не только за въезд, но и за выезд из Саудовской Аравии. Новый сбор составляет приблизительно 53 доллара. Таким образом, уплатив за прибытие в королевство порядка 530 долларов, на которые можно неделю отдохнуть в нормальной западноевропейской стране, турист будет внести еще и 10% от первоначального сбора, чтобы ему разрешили покинуть гостеприимные пределы монархии. Самые большие поступления в бюджет правительство ожидает от сборов за оформление въездных документов для трудовых мигрантов. Согласно новым правилам, за въезд в страну гастарбайтеры будут платить по 80 долларов. Стоимость рабочей визы на полгода составит 800, на год – 1333, на два – 2133 доллара. В основе нынешних тягот мирового лидера по добычу и экспорту нефти лежит девальвация черного золота. До последнего времени саудовские власти предпочитали сохранять свои доли на нефтяном рынке, чем предпринимать экстренные меры для ценового разгона барреля. Однако теперь Саудовская Аравия пытается стимулировать рост цен на нефть. Совместно с другими странами ОПЕК договариваться о необходимости снизить добычу и выйти на приемлемую для всех стоимость барреля нефти. Определение объемов добычи для каждой страны ОПЕК в новых условиях отложено до ноябрьской встречи в Вене. Но и в этом вопросе у саудовцев нет поводов для расслабления. Раздражителем для Рияда остается нефтяная политика Тегерана, которая отказывается сдерживать добычу, пока не достигнет ее досанкционного уровня. Внутренние вызовы, с которыми столкнулась система, образующая сила арабского мира, усугубляются ростом нестабильности по всему периметру саудовских границ. Война в Йемене возобновилась. Риск внутренней стабилизации у арабских соседей, например, в Бахрейне, сохраняется. В зоне Персидского залива, как и на всем ближневосточном пространстве, Иран проявляет повышенную активность. Ситуация в Сирии близка к эскалации, участниками которой становятся США и Россия. Тревожную для Саудовской Аравии картину дополняют действия американского союзника. Принятие Конгрессом США закона «Правосудие против спонсоров терроризма» стало для семьи Аль-Сауд холодным душем. 28 сентября обе палаты Американского Конгресса впервые за все 8 лет президентства Барака Обамы преодолели наложенное им вето на законопроект, дающий право семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. И хотя Белый дом выразил возмущение преодолением вето, за всем этим саудовцы видят двойную игру американской администрации. Официальный Риад осудил действия союзника и приступил к мобилизации общественно-политического мнения в арабском мире в соответствующем ключе. Королевство выразило надежду, что мудрость в итоге восторжествует, и Конгресс США принят необходимые меры по корректировке нового закона. Тем временем, 30 сентября, американский суд принял первое исковое заявление против Саудовской Аравии от вдовы, погибшего в здании Пентагона 15 лет назад сотрудника военного ведомства США. Судебные иски трудовых мигрантов и американских потерпевших от терактов могут из тенденции превратиться в закономерность. А там и до создания в отношении Саудовской Аравии специализированных трибуналов может дойти. Ведь не зря же американская администрация одной рукой подписывает саудовцами новые оружейные контракты, а другой спускает на них полчища международных правозащитников, обвиняющих Риад в гибели тысяч мирных еминцев. Умеренность во внешних делах и стабильность изнутри традиционно выступали основными опорами саудовской государственности. Однако этот баланс между степенью вовлеченности монархии с населением всего в 32 миллиона человек в региональные дела и ее иммунитетом по отношению к внутренним проблемам дали системный сбой. Саудовская Аравия застыла в тревожном ожидании перестроечных процессов, судьбоносных которых для королевства абсолютно очевидны. Ну а нам надлежит внимательно присматриваться к проблемам нашего регионального и нефтепроизводящего конкурентов, чтобы самим не вляпаться в такие же. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok